Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня, конечно, это совершенно новый доклад, ибо я всю жизнь выступал с клиническими докладами как практикующий хирург. Сам я работаю хирургом-онкологом в Республиканском онкологическом диспансере Республики Тарстан, город Казань. Работаю в хирургии пищевода желудка, то есть я таракальный хирург. И как бы вся моя 20-летняя практика касалась именно этого направления. Немножко шире, конечно, тарако-абдоминальной хирургии. Ну, так мне вот повезло, что мой заведующий профессор Сигал Игенёвич, который являлся основоположником эндохирургии в нашей стране и в Республике Тарстан в частности, я попал в его заботливые руки в 1996 году после окончания института. И сегодня я хотел поделиться своим личным видением, учитывая не только, в принципе, большой стаж, 20 лет это немало в онкохирургии, но и достаточно приличный стаж педагогической деятельности. Вот уже 15 лет я преподаю в нескольких центрах эндоскопическую хирургию. Как бы мне хотелось, чтобы в нашей стране развивалась эндоскопическая хирургия в целом и в онкологии в частности, эволюционировала от студента к врачу-профессионалу. Это будет сугубо моё личное мнение, моё личное восприятие, проведённое через мою жизнь, через моё сердце, через мои мысли, надежды, ошибки, которые были неизбежны, осложнения, которые встречались на моём пути. И вот этот доклад, не претендующий просто на оригинальность, я представляю на ваш суд. Итак, как бы я хотел охарактеризовать идеологию своего доклада, разделить на три этапа. Как я учился эндохирургии в онкологии, как я учу на сегодняшний день, и как я бы хотел учить в дальнейшем молодых и не только молодых хирургов-онкологов. По понятным причинам, как я учился с 96-го года в определённый период. У меня слайдов нет. Но что это было за обучение? Сами прекрасно понимаете, в 90-е годы страна переживала колоссальные потрясения, депрессии, скачки финансовые, экономические и другие. Не было ничего, не было информационного материала. Нас не посылали учиться за рубеж. Мы учились исключительно сами из каких-то видеоматериалов, которые привозили через вторые, третьи руки нам передавали. И мы смотрели, как раньше были в видеосалоне, плохое качество этих кассет. И вот мы смотрели на эти операции зарубежных коллег и постепенно осваивали эндохирургию. Не было симуляторов, которые представлены на сегодняшний день в широком ассортименте. Все наши симуляторы были представлены коробкой из-под лекарства, куда набрасывали кнопки, скрепки, поролон, спички. Из операционной давали на вышедшие из строя инструменты, приносили из дома телевизор, лапроскоп плохого качества, который списан. И вот мы так тренировались. Поэтому энтузиазма, работая на таком симуляторе, мы, конечно, не имели большого. И поэтому, как бы было принято решение моим учителям, Евгением Ильичем Сегалом, преподавать непосредственно сразу у, не постели больного, а уже в операционном зале. И путь этот был непростой. Понятно, когда ты учишься быть, по крайней мере, ассистентом эндохирургом, очень много узнаешь о себе нового. Очень много узнаешь из семантики русского языка, особенностей его. Потом ты меняешься, из ассистентом становишься оператором, и твой учитель уже в роли ассистента. И ты еще больше узнаешь о себе нового, и еще больше узнаешь широты и прекрасные эпитеты русского языка. Ну, вот так вот шел путь. И все эти осложнения, к сожалению, мы прошли заново. Не у кого было учиться. И вот этот путь, наступая на свои грабли, мы прошли весь, от и до. В конечном итоге, мой учитель, и у меня получилось так, что вот когда говорят мои учителя, я не могу сказать, что у меня не было учителей, у меня был один учитель, он так и остался. В моей памяти он будет всегда и в моей жизни. Рядом с ним осталось 4 человека, которые определили направление эндохирургии в нашей клинике. И потом транслировали ее на всю республику. То есть приходили люди, не выдерживали этого жесткого пути, тяжелого пути, когда приходилось выезжать и ликвидировать наши осложнения по ночам. Когда мы сталкивались с нестандартными осложнениями. В итоге осталось 4 человека, которые, в принципе, и транслировали и в гинекологию, и в урологию. Я уж не говорю по таракальную хирургию, и в админальную. То есть, понятно, мы занимались всем. Мы, таракальные хирурги, положили начало в республике и урологии, эндохирургической гинекологии и так далее. Вот это первая часть, как я учился. Ну и, наконец, давайте, как я учу сейчас. Прошли годы, и я исторически представляю свою педагогическую деятельность. С 2002 года я начал преподавать эндохирургию в Центре обучения эндоскопической хирургии Казанской государственной медицинской академии. Кстати, это самый старый проект, самый первый проект Российской Федерации. Этот центр был основан в 1993 году профессором Федоровым Игорем Владимировичем. С 2006 года после защиты докторской диссертации меня принимают ассистентом на кафедру онкологии и хирургии Казанской государственной медицинской академии при нашем учреждении, где я работаю. И в 2008 году впервые в Российской Федерации открывается образовательный центр высоких медицинских технологий при Минздраве Республики Тарстан. Это тоже был первый проект в Российской Федерации. По аналогии с такими же центрами, как в Гамбурге, в Элан-Куре, в Страсбурге. Вы знаете эти центры и не стоит их представлять. Чуть-чуть, вот скажем, такая мини-презентация этих центров, где я работаю, и кафедры, не сочтите, это не реклама, чтобы просто вы имели представление, как обстоят дела с обучением эндохирургии в нашем городе и в нашей республике. Начну не в хронологическом порядке, а начну с образовательного центра высоких медицинских технологий. Прекрасные симуляционные лаборатории, то есть программы эксклюзивные, то есть это не отечественные аналоги, это были исключительно зарубежные. Очень хорошие драй-лабы, вот это как называется сухая учебная лаборатория, где отрабатываются мануальные навыки, то есть работай сколько хочешь. Впервые в России была организована ветеринарная лаборатория операционная, великолепно оборудованная, три операционных стола с оборудованием шторцы, этикон и так далее, где курсанты могли самостоятельно провести операцию на экспериментальном животном, но это были поросята. В учебной операционной составе полноценной операционной бригады под контролем эксперта. Ну, здесь видите, всем известный Алексей Михайлович Карачун, который у нас в свое время отметился как курсантом, а теперь стал мэтром, я не побоюсь этого сказать, мирового масштаба, и вы не будете со мной с этим спорить. Что бы еще сказал я про ветеринарную лабораторию? Мы отрабатывали там навыки общей хирургии и онкологии, эндоскопической хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, даже трансплантологии. И впервые у курсантов нашей республики, нашей страны, появилась уникальная возможность обучения операционной бригады, которая составлена из врачей и среднего медперсонала из одного лечебного учреждения. То есть, могли прийти из онкодиспансера, бригада слаженная, поучиться над животным, из республиканской клинической больницы и так далее. Это, как я уже сказал, единственный подобный проект на территории России на сегодняшний день, именно ветеринарно-операционная, которая позволила освоить новые техники манипуляции. Но продолжительность обучения небольшая, всего три дня, и появилась возможность организации мастер-классов и специализированных тренингов. Вот у нас уже шестой год, на базе этого центра проводится Европейская школа по таракальной хирургии, где такие мэтры, как Академик Парханов, приезжают и оперируют, и не гнушаются подойти к животным и показать навыки, например, при ранении сердца, то есть для молодых хирургов, которые сидят в зале. Все это, естественно, транслируется в общий зал, который также прекрасно оборудован. Казалось бы, что еще нужно? Вот он, идеальная модель обучения всех, и студентов, и базовых врачей, эндоскопических хирургов, не имеющих навыков, и продвинутых, которые уже что-то умеют и хотели бы учиться дальше. Но есть ряд существенных недостатков такой формы обучения. Всего прошло обучение за, получается, 9 лет, 1589 врачей из Российской Федерации и стран СНГ. Каковы же недостатки, которые в процессе работы, а я работаю с основанием этого центра, я лично для себя выявил. Ну, во-первых, всего две клинические базы. Это наш онкодиспансер и Республиканская клиническая больница. Недостаточно, на мой взгляд. Второе, что очень важно, я так считаю, процесс обучения крайне перегружен лекционным материалом и занятиями на симуляторах. Играть в эти игрушки до бесконечности нельзя. Представлять лекции, а лекции читает профессора из России, приезжает, ну и мы в том числе, конечно. Но невозможно донести до начинающего врача-курсанта опыт 10-15 лет эндохирургии, чтобы он это понял наконец-то и усвоил. Это слишком сложно. Причем показывается еще и видеоматериал своих собственных наработок, каких-то ошибок и осложнений. И базовый курсант просто не может это ментально освоить. Всего только один день в операционной демонстрационной, когда они приходят либо к нам в онкологию, либо в Республиканскую клиническую больницу. Это крайне мало для освоения эндохирургии. Наконец, вот что самое главное, ветеринарная операционная представлена обособленным коммерческим проектом в отрыве от основного процесса обучения. То есть, ты приезжаешь на 5 дней, учишься, тебе там дают массу лекций, видеоматериалов. Один день в неделю ты посмотришь операционно, как оперируют там Сигал, Бурмистров и так далее. Но, если ты хочешь прийти в ветеринарную операционную что-то поделать на животных, ты должен отдельно это все дело оплатить и приехать. Недешево стоит. Хотя, конечно, это дешевле, чем европейский формат обучения. Все равно это дорого. Ну и, наконец, говорить о результатах обучения надо все-таки обзванивать курсантов и спрашивать, пошло ли у вас дело. Вот этого анализа отдаленных результатов обучения в нашем АМТЕКе нет. Вот принципиальные недостатки. Другое дело – Казанская госмедицинская академия, где, как сказал, с 93-го года существует Центр обучения эндоскопической хирургии. Конечно, симуляционный класс представлен намного скромнее, чем в АМТЕКе. Всего одна маленькая комната, где стоит симулятор, причем нашего казанского производства, стойка нашего казанского производства, ни шторц, ни этикон. Курсанты занимаются всего один день, но потом две недели они не выходят из операционной. И вот главный принцип обучения при академии эндохирургии и преимущество, обратите внимание, это шесть клинических баз. Шесть клинических баз, разнопрофильных, от неотложной хирургии до онкохирургии. Весь профессорско-преподавательский состав Центра стоял у истоков эндохирургии Республики Татарстана и Российской Федерации. Одна фамилия Сигал только что стоит. Это, в принципе, пионер таракальной эндохирургии, онкохирургии в нашей стране, и им его известны всем таракальным хирургам. Лекционный материал подается в промежутках между операциями в виде вольной свободной беседы или в конце рабочего дня в виде выжимки квинтэссенции необходимой информации с индивидуальным подходом к курсанту. Если это базовые курсанты, соответственно, и материал начинающий. Если это продвинутый, то тематически дается уже материал более серьезный. Максимальное пребывание врачей-курсантов в операционной по 7-8 часов. И перед началом цикла обучения преподаватель где-то за 2-3 недели готовит поток тематических больных, чтобы было что посмотреть. Причем не просто попроще, чтобы там, извините, как говорит мой шеф, не позориться перед всей Россией в операционной. А от простого к сложному, чтобы курсанты могли увидеть воочию, как это все проходит. И мы, честно скажу, когда они нам дышат в спину, вот, кстати, у Сергея Байдо примерно такие же мастер-классы в Киеве проходят. Вот, когда они дышат нам в спину, они видят все. И наш адреналин, и наше осложнение, мы этого не боимся показать. Потому что все прекрасно понимают, все хирурги из одного теста. И никто не будет нас за это осуждать. Ситуация бывает непредвиденная. И конверсия бывает к торокотами и клапоротами. И все это курсанты видят. Это самое, что ни на есть, ценные приобретения при обучении. И вот главный принцип этого обучения – из рук в руки. Что он из себя это представляет? Это обязательно участие курсантов в операциях. У нас все курсанты моются в качестве ассистентов на эндохирургические операции. Участие в диагностических лечебных манипуляциях, в клинических обходах и разборах больных. И в работе на тренажерах. Но это один день. Поэтому я поставил это на последнее место. Вот основные составляющие обучения из рук в руки. Основные принципы. Обучение должно быть краткосрочным. Недели две этого достаточно. Но интенсивным. В 8-9 часов в день. К 8 утра пришли и ушли в конце рабочего дня. Не раньше, чем мы. А иногда остаются и до 6 вечера. Малочисленность курсантов. 5-6 человек вполне достаточно для максимального освоения знаний. Ежедневная работа в операционной. Ну и преподают специалисты, которые имеют возможность организовать потоки тематических больных по определенному запросу группы. Ну, например, бывает так. Приезжает таракальный курсант. Вот мы хотим смотреть торкоскопический лобоктомий. Все, мы подбираем этих пациентов. И они смотрят только эту операцию. Или фундаппликации лапароскопические при диафрагмальных грыжах. Пожалуйста. Критерия эффективности, которые мы выставили за эти годы, это реализуемость полученных знаний у себя на месте, когда человек приезжает после учебы. И, естественно, анализы частоты осложнений, которые будут неизбежны, но которые не должны после нашего обучения, после наших тренингов, после наших разговоров, потому что мы не стесняемся рассказывать о наших осложнениях в лекционном материале, этого нельзя стыдиться. После обучения эти осложнения не должны превышать известный среднестатистический уровень. Вот в этих двух случаях мы считаем, что да, мы вот эти две недели с нашей группы прожили не зря. Значит, мы свои знания донесли до каждого человека. Ну и вот по каким циклам за 24 года мы проучили более 5000 человек, намного больше, чем в Центре образовательном высоких медицинских технологий, представлено на залоге практически вся эндохирургия. Отдаленные результаты есть. Информация получена практически у 50% больных обзванивали, ой, не больных, извините, врачей, у 50%. У 71% из опрошенных деятельность была успешной. Все они после прохождения специализации в течение года начали оперировать малоинвазивными методами в онкологии, ну и не только в онкологии. К сожалению, 29%, практически 30%, не удалось реализовать полученные навыки у нас. Почему? Причины неудач сложились следующим образом. Отсутствие в лечебном учреждении необходимого оборудования. Человек просто приехал за бумажкой и положил ее на полку. Высокая конкуренция в своем коллективе при наличии уже известного мэтра эндохирургии, которая, ну извините, просто не дает молодой поросли подняться дальше. Из-за перемены места работы, смены профессии или болезни доктора. Ну и, наконец, из-за отсутствия потока тематических больных. Вот эти причины, по которым 30% опрошенных не смогли реализовать полученные знания. Ну, тем не менее, 70% это, мне кажется, очень даже неплохой результат. Единственный недостаток в этом центре – отсутствует ветеринарная лаборатория, как конечное звено базового обучения эндоскопических хирургов. Это единственный недостаток. Хотя, я вам скажу, в 1993 году, несмотря на тяжелую обстановку в стране, ситуация все-таки была с техническим обеспечением и реализацией каких-то проектов намного успешнее, чем сейчас. Тогда была ветеринарная лаборатория, но появились драконовские указы по наркотикам, по анестезиологическим препаратам, и ее пришлось эту лабораторию закрыть. То есть, в 90-х годах этот центр имел ветеринарную операционную. Ну и, наконец, я перехожу… Я рассказал, как я учу сейчас. И, наконец, я перехожу к последней части своего аналога. Как бы я хотел учить? Какая вот у меня мечта, надежда на будущее? Вот это клиника, в которой я работаю. Видите, какой мегаполис. Это республиканский онкодиспансер. Причем он не вмещает все. Там еще можно было продолжить. В 2015 году у нас произошло уже де-факто, не только де-юра, объединение городского и республиканского диспансера. И бывший комплекс, огромный больничный, бывшие больницы скорой медпомощи, полностью отреставрировали, вложили голосальные деньги, около 2 миллиардов рублей, на полную модернизацию. И теперь наша клиника занимает несколько гектаров. Представляете, какая клиническая база. Один только профессорско-преподавательский состав, это 18 докторов наук, профессоров, 78 кандидатов наук. Подавляющее большинство вот этого, скажем, остепененного состава владеет эндохирургическими навыками. В чем уникальность? Не только в онкологии, но и в простой эндохирургии. Мы можем делать и холецисты эктомии, мы можем делать адренал эктомии, кисты почек, то есть не только раки. Вот, в частности, в нашем отделении на потоке такие операции, как фондапликация, понисонорозетия при гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, ахлазии пищевода. То есть мы можем делать еще, оперировать предраковую патологию и в гинекологии, и в урологии, и в торако-абдоминальной хирургии. Такого нет нигде, я думаю, в Российской Федерации. Положа руку на сердце, я как бы ситуацию знаю. И вот на этой базе находится кафедра онкологии, хирургии, медицинской академии. Скажу сразу, я более трепетно отношусь к педагогике на кафедре, нежели в этих центрах. Почему? Ну, как-то воспитан был так, что есть определенный академизм, история, которую нужно уважать. И все начиналось со времен еще средних веков и древних веков, ранних, с кафедры кафедры. Это гаудамус и гидур, это профессура, это определенные ритуалы, традиции, которые, как присяга солдата, приводят к дрожек, к мурашкам, к смене и так далее. Но! Состояние дела на кафедре онкологии и хирургии таково. Курсанты приезжают врачи, лишь бы подтвердить сертификат или получить его на первичной специализации. Никто не озабочен ходить в операционную, получать какие-то навыки мануальные. Никто не озабочен ходить на лекции. Чаще всего это получается как формальная учеба. И я бы хотел видеть в будущем обучение эндохирургии в онкологии следующим образом. Это интеграция двух представленных форм обучения на базе республиканского клинического диспансера. База колоссальная, у нас есть все. И ПЭД, и ОС-центография, и великолепный эндоскопический центр. То есть у нас 21 век по техническому оборудованию. Все есть. И вот эта интеграция в моем виде выглядит следующим образом. Выведение симуляционного обучения, как я называю, простите, игрушки, в поле обучения интернов и ординаторов. Об идеале студентов 5-6 курса, которые ориентированы в будущем на хирургию и онкохирургию. Нельзя базовому или продвинутому эндохирургу перегружать себя работой на симуляторах. Это ни к чему не приводит. У человека нет ни страха. У него просто какой-то интерес, как игры на компьютере. Который в конце концов через день-два просто надоедает. Должны молодые играть, учиться, посмотреть под, конечно, контролем преподавателей-экспертов, которые понимают, что они делают. Второе. Работу ветеринарной лаборатории операционной сделать неотъемлемой части обучения следующей за симуляционной подготовкой. Как у студентов, так у интерных и ординаторов. Рассматривать обучение в этой лаборатории только для базовых курсантов. Продвинутому врачу, ну, не знаю, может кто-то не согласится. Не совсем так важно работать на поросенке, нежели, скажем, в операционной. Поассистировать и прикоснуться к телу человека, а не животного. Все равно, когда читают перед началом работы в ветеринарной лаборатории биомедицинский этический кодекс работы с животными, все равно у курсанта базового и продвинутого страха нет. Он может сосуд повредить и просто убить это животное. Работать с человеком он этого себе не позволит. Поэтому не стоит так относиться к работе в этой ветеринарной лаборатории, так трепетно и говорить, ого, у них есть это операционное. То есть, только для базовых курсантов сделать основным, а для продвинутых в качестве тренинга в освоении новых эндохирургических операций. И максимально ориентировать как базовых, так и продвинутых врачей-курсантов на формат обучения из рук в руки. Который, как вы понимаете, все-таки является, наверное, пусть не золотым стандартом, не люблю это слово, но, наверное, каким-то определяющим стандартом в подготовке врача эндоскопической хирургии. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Я совсем не пожалел, что попросил вас сделать закладку. Да, получилось, да? Ну, хорошо, спасибо. Просто замечательно. Спасибо. Пока я не вижу рук, я задам, можно... А, вот есть руки, пожалуйста. Спасибо большое за интересный доклад. Было действительно интересно и познательно послушать о вашем пути тогда. И хочется узнать, если бы вы сейчас были ординатором, молодым хирургом в самом начале своего пути, как бы вы построили самостоятельно свое обучение, если бы у вас не было доступа вот к такому центру, например? А, то есть если бы я не работал в онкологии? Нет, вы бы были как молодым хирургом-онкологом, но не имели возможности вот обучаться вот как в вашем центре, например. Я вам сейчас скажу, если бы даже не было возможности обучения в этих центрах, я бы как-то постарался, но я не знаю, насколько это было бы возможно, убедить администрацию, найти спонсоров, все-таки максимально посмотреть, как работают коллеги, уже знающие и умеющие. Я бы сделал меньше бы ошибок на своем пути, врачебных ошибок. То есть не поймите превратно слово врачебные ошибки, а те ошибки в освоении эндохирургии, которые пришлось неизбежно сделать, и неудачи, которые мы имели. Только потому, что мы были неинформированы, как это делается у людей, владеющих этими навыками. Вот, скажем, это самое малое, что бы я сделал. Сразу скажу, я бы не стал работать на симуляторах, честно скажу, потому что я посмотрел, но как-то не производит впечатление. Интересно первые два часа, а потом уже скучно становится. Программы сами симуляционные, они очень дорогие, и их преэскурант очень ограничен. Ну что там, холецисток, там есть резекция кишки. Кстати, в таракальной хирургии нет ни одной обучающей программы. Они слишком сложные, слишком дорогие. Поэтому вот этим бы я точно не стал заниматься. Но максимально информационным обучением, чтением зарубежной литературы грех имею, до сих пор английским языком не владею. Как бы нет мотивации. Но вот молодому сразу бы сказал, учите язык, читайте побольше. Сейчас есть возможность из интернета скачивать фильмы, подписывайтесь на популярные порталы информационные, смотрите, смотрите комментарии. Причем есть хирурги, которые также не гнушаются показать осложнения и удачи. Вот, например, Бернард Дальман, известнейший дегестивный хирург, так как это за рубежом принято. Вот он в Аланкоре преподает, преподавал в Страсбурге. Скажем так, вот а-ля таких метров. Побольше информации, желательно съездить куда-нибудь посмотреть, но не симуляционная подготовка. А также, допустим, подпускать его к ассистенции. Или, допустим, если уж прям какой-нибудь активный студент, позволять ему выполнить какой-нибудь этап. Но если брать абдоминальную хирургию, допустим, мобилизация, там, нисходящего отдела из бокового канала, ну, где, как бы, нет опасности повредить сосуд. И второй вопрос. Давайте первый сначала отвечу, потому что он такой масштабный. К большому сожалению, в последние годы таких студентов просто не наблюдается. Начнем с того, что были энтузиасты, как мы раньше, в 90-х ходили со второго курса в неотложку, да, и выклянчивали прям буквально. Дайте мне сделать что-нибудь, дайте. И уже с третьего курса я лично делал аппендоктомии, грыжесечения. А на пятом уже резекцию желудка дали сделать. Таких сейчас нет. Практически. И если такие вот появляются люди, они все-таки иногда бывают, там, раз в год, в два. Однозначно, это если пятый, шестой курс, позволяем ассистировать. Ну, это не вторые руки, а на третьих руках какой-нибудь крючок подержать, держалку. И если уж он проявляет упорство и инициативу, этап мобилизации, но не кишки, то есть не такой большой операции, а, например, холецистоктомия, фондаппликация, делать позволяем. Но еще раз говорю, за последние три года ни одного студента подобного не появилось у нас в клинике в принципе. И даже чего уж греха таить, интерный ординатор из десяти, если один упорный такой найдется, остальные либо в химиотерапию пойдут, либо в мамологию. Известная ситуация. Я ответил на ваш первый вопрос, да? Значит, я на правильном пути, да? А? Я на правильном пути. Абсолютно, если вы действительно этим занимаетесь. Второй вопрос. Второй вопрос. Вот, допустим, мне интересно, как вы учите. Допустим, какой-нибудь этап. У меня просто абдоминальная хирургия ближе, скажем, перевязка сосуда. Ну, поискового выделения. Вот возьмем один этап. Допустим, следующий этап – это мобилизация слезеночного изгиба уже. Вы к каждому этапу делите какую-нибудь операцию на этапы и к каждому этапу готовите курсанта? Нет. Этапность обучения, оно создает некое такое, скажете, скачкообразное ступенчатое мышление. Человек, который осваивает по этапу, вот я, например, сделаю там мобилизацию фланга, все. И дальше ты остановись, я буду доделываться. Он может застрять, понимаете, ментально вот на этом уровне. Поэтому сначала многократный тренинг в качестве ассистенции, пусть камеру научатся держать, пусть понимает ход операции и понимает меня без слова. И Саня прекрасно понимает, что когда делаешь эндохирургическую операцию, ассистент не должен спрашивать. А что я должен сделать? Куда камеру повернуть? Как я должен? Он должен с полувдоха, с полувзгляда понимать оператора. И вот когда ассистент перестает спрашивать, а куда камеру повернуть, а куда крючок, а куда манипулятор, ты начинаешь понимать. Человек знает весь ход операции и даешь ему это сделать сразу. Сразу. Ибо, когда делаешь этапно, он начинает себя просто доставать опросами. Это так? Это так? Это так? В конце концов, ты просто психонёшь, скажешь, давай, местами поменяемся, я всё-таки доделаю сам. Пусть это уйдёт полгода, пусть уйдёт год. Но вот когда ассистент замолчал, и ты перестаёшь на него орать, куда ты показываешь камеру, куда ты тянешь и так далее, ты прекрасно понимаешь, человек созрел в понимании анатомии и техники этой операции. Пусть попробует её сделать. Не всегда получается. Да, где-то застрял, где-то помог, но вот такой подход, я считаю, более обучаемым, нежели этапности. Большое спасибо. Михаил Владимирович, спасибо большое за прекрасный доклад. Мне посчастливилось постоять у вас за спиной в операционной в Казани. Но у меня два вопроса. Первый вопрос по поводу кадавр-центра, как вы относитесь к отработке мануальных навыков на трупах. На трупах-то? Да. И второй момент по поводу этапности операций. Ну, ни для кого не секрет, ординаторов и молодых врачей, что начинаешь правильно показывать камеры, как только сам начинаешь что-то делать. Как вы и Мамжат Парваис, клиника Портсман, Портсманская система, все они знают, что каждый ассистент, каждый хирург должен пройти круг во время операции, чтобы понять, что нужно и как нужно, только лишь после того, как ты сам это раз делаешь. Давайте я с второго вопроса начну отвечать перед тем, как про кадавров сказать. Не секрет, что кому-то дано, а кому-то не дано эндохирургии. При великолепных навыках в открытой хирургии есть определенное количество хирургов, которые не способны это освоить эндохирургию. Ну, то ли это топографический кретинизм, непонимание геометрии пространства и так далее, я наблюдал за такими. И я не совсем согласен с таким предложением, что хирург должен пройти круг, прежде чем научиться держать камеру. Если он не научился держать камеру, правильно показывать, вряд ли он научится делать эндохирургию. Вот наш опыт, скажем так, общения с некоторыми хирургами, даже моими хорошими товарищами, уж мы стараемся друг другу не грубить и не говорить, что ты необучаемый. Доказывает не аксиому, но вот это мое, скажем так, убеждение. Человек, не научившийся держать горизонт, панораму и приближение, и право-лево показать правильно, и шнур держать камеры, чтобы он должен быть внизу, а где лапроскоп, ну, вряд ли он, наверное, сможет пройти вот этот круг операционный, все этапы. Вот это мое личное мнение. И второе, по поводу трупов. Никогда не пробовали мы на трупах учиться эндохирургии, не пробовали просто. Я даже не представляю, как это можно. Мы в интернаторию, в ординаторию ходили в судебную экспертизу и делали открытые операции. Вот здесь у нас как бы все шло нормально. Учиться эндохирургии на трупах, ну, это, как знаете, анатомию изучать на препарированном трупе, как вот металлолом, да, у нас говорят, и на живом человеке. Совершенно разные две вещи. Мне кажется, если человек начнет на трупе изучать эндохирургию, обучаться, ему придется на живом делать все заново. Как мы изучали анатомию на уже разобранных трупах в свое время, в институтах, а потом приходили в операционную, открывали живот, грудную клетку, и для нас как будто все заново. А это что? А это что? Вот так. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое.